Всем привет! С вами Russian with Dasha. Сегодня хороший солнечный день в Санкт-Петербурге, и я решила прогуляться по своему району, по району, в котором я живу, и показать местную архитектуру, показать вывески магазинов, парки, ну и всё, что попадётся мне на глаза. Во-первых, я хочу уточнить, что я живу не в самом Санкт-Петербурге, а в пригороде Санкт-Петербурга. Этот город называется Кудрово. Это новый город, он находится в 20 минутах ходьбы от метро Дыбенко, то есть метро Дыбенко на территории Санкт-Петербурга, и это совершенно новый район. Дома здесь построили буквально несколько лет назад, некоторые дома до сих пор ещё в процессе строительства. Так как это новый район, он очень сильно отличается от той архитектуры, которую вы можете увидеть в Санкт-Петербурге. Так что не удивляйтесь тому, что вы увидите сейчас. Вот я сейчас иду по своему двору. Сейчас я разверну камеру и покажу вам, что я вижу перед собой. Во-первых, я сейчас иду по тротуару. Это вот тротуарная плитка. А здесь, как вы видите, протоптана дорога, потому что строители не догадались сделать проход именно здесь. Вот. Это вот у нас помойка такая. Смотрите, какое большое количество машин. Сейчас час дня всего лишь. То есть все должны быть на работе или на учёбе. Меня радует, что в наших дворах сейчас стали появляться контейнеры для раздельного сбора мусора. Ну, как стали появляться? Есть. В некоторых дворах есть контейнеры только для пластика, либо только для стекла. Но так как я живу рядом с Мегой, а Мега – это торговый центр, в котором находится Икея. И вот Мега сделала очень классные контейнеры для раздельного сбора мусора. Вот смотрите, да, сколько машин. Просто кошмар. Вот именно так выглядят практически все новые районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В нашем доме, по-моему, 14 этажей. Здесь есть дома, в которых 25 этажей. При этом, как вы видите, во дворах деревьев практически нет. Только вот какие-то небольшие кустики, которые были посажены недавно. И большая проблема с парковками. Например, в нашем доме есть подземная парковка, где люди могут купить себе место парковочное. Но во многих домах таких парковок нет. И при этом даже площадок для парковочных мест тоже практически нет. И поэтому людям приходится парковаться, где попало. Например, вот на проезжей части, да, то есть на улице, там, где дорога. И сейчас вам откроется очень классная картина. Смотрите. Вот такой длинный проспект. И это с другой стороны. Сейчас я хочу прогуляться по этому проспекту. Он называется Европейский проспект. Я иду в сторону Меги, покажу вам парк. И по пути я буду смотреть на витрины, рассказывать вам о магазинах и вообще читать разные вывески. Вывеска – это название магазина. Мы сюда переехали в 2017 году. Мой муж купил здесь квартиру, когда мы еще не были женаты. И в этом доме, в котором мы живем, мне кажется, больше тысячи квартир. И изначально, когда он покупал здесь жилье, он смотрел план района, план города Кудрово. И количество домов здесь было намного-намного меньше. С тех пор план поменялся, и этот район застроили еще большим количеством домов. Я не знаю. Я думаю, европейцы очень сильно удивляться, смотря это видео. Да и не только европейцы. Потому что у вас, в ваших городах, скорее всего, такое вообще даже невозможно. Представьте, вот такое большое количество домов. И пока что мы не прошли ни одной школы. Вообще нет ни одной школы пока на моем пути. И детских садов здесь тоже практически нет. Некоторые дома изначально построили свой детский сад. Но это дома более, так скажем, премиального класса. И жилье в них было дороже. Ой, какая собака классная стоит. Смотрите, хвостиком машет. Красавец. Ты красавец. Так, смотрите, первый магазин, который мы проходим, это универсам. Вообще, слово универсам пишется без твердого знака. Этот универсам просто сделали таким подобием советских универсамов. То есть это такой был магазин раньше, продуктовый, с разными отделами, где можно купить овощи, фрукты, алкоголь и так далее. Дальше смотрите. Еврокебаб. Ну, слово кебаб вы знаете. Дальше, магазин «Градусы». Это магазин алкогольных напитков. Вообще, еще одной особенностью таких районов, я заметила, является то, что здесь очень большое количество магазинов, продуктовых магазинов, и также очень большое количество магазинов пивных и алкогольных. Здесь очень много крафтового пива и очень много просто пива таких, так скажем, разливаек, то есть разливного пива. Я сейчас немного себя некомфортно чувствую, потому что я нечасто вот так снимаю на улице, и мне кажется, что на меня все смотрят, но это просто мой такой бзик, то есть это моя такая мысль дурацкая. Мне надо ее просто от себя оттолкнуть, эту мысль. Вот, смотрите, сколько магазинов на другой стороне улицы. Мне, наверное, надо было по той стороне идти вообще. Видите? Вот там вот видите слова «хмель» и «солод»? Это вот тоже пивной магазин, и до этого мы проходили. И вот там, с той стороны, вот видите, это магазин «Пивточка». Это тоже пивной магазин. Я еще буду стараться делать так, чтобы прохожие не попадали в кадр. Сейчас мы проходим магазин, который называется «Лемур». Забавное название. Это «Зоомаркет», «Зоомагазин». Название «Лемур». Оно происходит, во-первых, от названия животного. Ну, знаете, да, животное «Лемур». И, наверное, также они хотели написать это слово двумя отдельными словами, чтобы обозначить, как во французском есть «Лемур». Или как, я не знаю, у меня плохой французский акцент, но, то есть, означает любовь, да, то есть, любовь к животным. Классное название, мне нравится. Здесь у нас пекарня. Вот там написано «пекарня». То есть, это место, где вы можете купить разную выпечку, хлеб, булочки, пирожные. И здесь вот у нас парикмахерская. Парикмахерская. Парикмахерская – это место, где вы можете сделать себе стрижку, то есть, сходить к парикмахеру, сделать прическу. Но сейчас слово «парикмахерская» уже такое немодное. В основном пишут салоны красоты. «Улыбка радуги». Улыбка радуги – магазин разных хозяйственных товаров, где можно купить парфюмерию, косметику, хозяйственные товары. Опять магазин «Градусы». Аптека. Вот эти дома, когда я их только увидела, когда я впервые приехала в Кудрово, меня эти дома, если честно, немного напугали. Потому что они выглядят как-то очень плоско и немного безлико. Вообще, мне интересно всегда, кто дизайнер, кто архитектор таких домов. Так, проходим магазин «Пятерочка». Магазин «Пятерочка» – это продуктовый магазин. Но такое ощущение, что он закрылся. Видите? Не знаю, открыт он или нет. «Продукты Ермолина». «Продукты Ермолина» – это магазин замороженных продуктов. То есть, магазин, в котором вы можете купить, например, замороженные блинчики или котлеты, или другую продукцию, которую вы можете приготовить потом дома. Как это называется по-русски? Я забыла. А, полуфабрикаты. Вот. Магазин полуфабрикатов. Дальше у нас опять пекарня, то есть, где мы можем купить хлеб и выпечку. Это прикольный магазин, мне там нравится. Видите, написано «Овощи, фрукты, сухофрукты, специи, замороженные овощи, фрукты, ягоды, натуральные морозочные продукты и пельмени, хинкали, манты, чебуреки». И в этом магазине у хозяев живёт котик. Смотрите, она сейчас выбежала и увидела собаку. Кис-кис-кис. Кисюня. Кис-кис-кис-кис. Я её уже не первый раз вижу. Привет. И в этом магазине, который я вам сейчас показала, мы часто покупаем сухофрукты. То есть, что такое сухофрукты? Это сушёные фрукты. Понятно, это очень полезно. Нужно есть чаще сухофрукты, но главное, чтобы в них не было сахара, не было никакой сахарной обсыпки. То есть, они не были в сахаре. Видите, какая огромная вывеска? Называется «Боровичи мебель». То есть, мебель, диваны. Сбербанк — это банк в России такой. Возможно, вы его знаете, слышали о нём. И сейчас они вроде как поменяли название. Они будут называться просто «Сбер». Дальше мы видим магазин. Называется «Табак». «Табак», то есть, это магазин табака, сигарет. Ну, то есть, всего, что можно курить, кроме запрещённой продукции. Марихуана, например, в России нелегализована. Это значит, что нам нельзя курить марихуану, поэтому она и не продаётся. Так, вот это у нас, я не знаю, как назвать, небольшая речка. И в ней плавают утки. В нашем районе и в Санкт-Петербурге вообще очень много уток. И они даже не улетают на юг, не улетают в тёплые края. Им всё время бросают какую-то еду. Чаще всего это просто хлеб. И поэтому утки всё время тусуются рядом с такими местами. Потому что люди их постоянно кормят. Вообще нельзя кормить диких уток, нельзя кормить никаких птиц. Поэтому лучше этого не делать. Здесь есть вот детский садик. Детский сад. То есть, это место, куда дети ходят до школы. И вообще, изначально Кудрово планировалось как место вот с такими именно домами. Не очень высокими, где-то по 9 этажей. Но, как говорится, потом что-то пошло не так. И вот такие теперь мы видим здесь дома огромные. Идём дальше. Я уже практически подошла к Меге. Это наш торговый центр. Сейчас я вам покажу парк, который как раз находится здесь в Меге. Это здесь часто гуляют мамы с детьми, спортсмены бегают. Вообще, красивый парк. Мне здесь нравится. Там дальше будет выезд на КАТ. То есть, на кольцевую дорогу. Вообще, здесь, если бы не пробки, было бы достаточно комфортно жить людям с автомобилями. Потому что очень легко добраться до центра города, очень легко добраться до других мест. Я иду по пешеходному переходу сейчас. Перехожу дорогу. Но, к сожалению, очень часто из-за того, что огромное количество людей живёт в этом районе, большое количество машин, получается, что здесь очень часто у нас пробки. То есть, людям сложно въехать и выехать. И поэтому многие отсюда потом переезжают. И вот, смотрите, здесь у нас верёвочный городок. А это вот детская площадка. Там тоже есть вторая часть парка. Там тоже есть детская площадка. Здесь есть у нас где-то английский квартал. И там, вроде бы, должен быть фонтан во дворе. Сейчас посмотрим. Сейчас я вам приближу. Вывеска. И на вывеске написано Вино, шампанское, коньяк. То есть, люди вообще даже не заморачивались с названием. Как-то не придумывали названий никаких. Просто решили написать, что у них продаётся. По поводу стоимости жилья в Санкт-Петербурге. Если вы хотите приехать в Санкт-Петербург, снять квартиру, то вот в таком районе, как здесь, например, однокомнатная может стоить около 20 тысяч рублей в месяц. Может быть, 25 тысяч рублей в месяц. Двухкомнатная, наверное, будет от 30 тысяч рублей в месяц. Но если вы хотите жить где-то в центре города, в центре Санкт-Петербурга, там, конечно, жильё уже будет дороже. Плюс ко всему, там у нас старый фонд. То есть, там старые дома. И поэтому очень часто в таких домах многокомнатные квартиры. То есть, вам придётся снимать комнату. И такие квартиры называются коммунальные. Коммунальные квартиры. То есть, квартиры, в которых вы делите жильё с другими людьми. И обычно в таких квартирах большие кухни, но при этом всего лишь один туалет. И я даже видела квартиры, в которых душ стоял на кухне. Потому что раньше была такая планировка квартир, что люди дома не принимали ванну, не ходили в душ. Они ходили в общественные бани, в какие-то общественные места. Поэтому в таких квартирах была только туалетная комната. Душевой не было. И людям, которые сейчас или там 10-20 лет назад покупали эти квартиры, им приходилось ставить душевую кабину прямо на кухне. Так как кухня большая, приходилось ставить душевую именно там. Либо делать какую-то стенку и за этой стенкой прятать ванную. Мы вот смотрели сейчас квартиры разные в Санкт-Петербурге. Много-много нашли таких квартир, в которых как раз просто отвратительная планировка. Это, допустим, двух- или трёхкомнатная квартира. Но в ней обязательно стоит какой-то душ на кухне. Это просто какой-то ужас. Вот я сейчас захожу в этот английский квартал. Смотрите, здесь какие дома. Тоже достаточно высокие. Здесь у нас опять есть пиццерия. Почему это называется английский квартал? Здесь, смотрите, такая типа тематика Лондона. Стоят как будто бы будки. Вот, смотрите, здесь такой фонтан. Как чаша большая. Ну что, я иду дальше. Сейчас пройду через эти дома и дойду до другого парка. Он выглядит совсем по-другому. Не так, как парк, который находится возле Меги. И в этом парке также люди любят бегать, ездить на велосипедах. И ещё, что мне очень сильно не нравится, очень многие там жарят шашлык. Как бы там написано, что нельзя жарить шашлык. Стоят таблички, но при этом многие это делают. О, и опять мы видим пиво Роллы Крафт. Вот, а здесь у нас медицинские анализы. То есть можно сдать анализы. Здесь у нас какой-то семейный доктор. То есть это какая-то клиника. То есть видите, по сути, людям, живущим в этом районе даже, не нужно никуда ехать, чтобы пойти в больницу. Или, допустим, сходить в ресторан. Потому что здесь и так всё есть. У кого-то сработала сигнализация. Я сейчас слышу. Я думаю, вы тоже слышите, как громко машины сигналят. Вот мы проходим. Я не знаю, как это назвать. Какой-то... Это вот, наверное, продолжение той речки. Да. Но это даже не речка, я не знаю. Напишите в комментариях, если вы знаете, как назвать вот эту штуку. Что это за грот? Так, я немного тут теряюсь уже. Смотрите, что мне ещё не очень нравится в таких районах, то, что, когда ты выходишь из дома, создаётся впечатление, как будто ты находишься в закрытом пространстве, в каком-то лабиринте, из которого сложно найти выход. И здесь особенно тяжело бывает таксистам или тем, кто приезжает сюда впервые, потому что очень легко можно заблудиться, потеряться. Почему-то, видимо, люди решили, что здесь недостаточно домов. И... Ой. И надо строить ещё. Так, что у нас здесь? Продуктовый магазин. Магазин продукты. И я вот почти уже подошла. А нет, ещё не почти. Но скоро уже подойду к нашему второму парку. Это вот такие жёлтые штуки, ограничители. Сделаны для того, чтобы люди не парковались на тротуаре. То есть, да, у нас людям надо ещё и подсказывать. Некоторым... Не всем, конечно. Вот это детский сад на первом этаже. Первые два этажа — это здание детского сада. А я направляюсь в парк. Я сейчас немножко в шоке, потому что вот там на дороге, которую я только что прошла, сидят попрошайки. То есть, это женщины с детьми, которые сидят и просят милостыню. То есть, просят, чтобы им дали денег. Я здесь такого ещё ни разу не видела. Вот это второй парк. Он совсем не такой, как тот, который вы видели у Меги. Зимой вода покрывается льдом. Смотрите, сколько голубей. Вот такой парк. Здесь очень приятно бегать. Давайте подытожим плюсы и минусы места, в котором я живу. Ну, наверное, самый большой плюс — это то, что здесь достаточно доступное жильё. То есть, не очень дорогие квартиры. Особенно, когда их покупаешь в момент ещё постройки дома. То есть, когда ещё жильё не сдано, можно купить недорогую квартиру. Это первое. Второй плюс, как мне кажется, это то, что этот район молодой. Здесь очень много молодых семей. И здесь достаточно безопасно. Третий плюс, я думаю, то, что здесь мы находимся в 20 минутах ходьбы от метро. Поэтому некоторые, поверьте мне, некоторые живут намного дальше от метро. Какие ещё плюсы? Ну, наверное, Мега. То, что у нас есть Мега. Это большой торговый комплекс. Там есть кинотеатр. Здесь большое количество разных магазинов продуктовых и так далее. Вот. То, что здесь есть два парка больших. Давайте подумаем теперь. Ну, я не знаю, какие ещё могут быть плюсы. Если честно, я честно вижу больше минусов, чем плюсов. Но, наверное, какие ещё могут быть плюсы. Я не знаю. Но из минусов давайте. Что у нас? Какие у нас здесь есть минусы? Во-первых, большое количество людей живёт в этом месте. И, конечно, это порождает пробки. И то, что в автобус порой не сесть утром, когда час пик, когда ты хочешь поехать на работу. То сложно сесть в автобус, потому что просто туда, там уже много народу. Туда не войти. Вот. Второй пункт, как мне кажется, тоже немаловажный. То, что здесь очень почти... Я не знаю, здесь очень-очень мало школ, детских садов. Здесь, по-моему, только одна поликлиника. И сейчас строится только одна больница. Плотная застройка, как я говорила. Мало деревьев. И очень большое количество машин во дворе. И из-за этого очень часто, если, например, человек вызывает скорую, или, например, как у нас было один раз, случился пожар в соседнем доме. Люди вызвали пожарную бригаду, но машина не смогла подъехать к дому, потому что рядом было припарковано большое количество других машин. Вот. И в этом, я считаю, всё-таки тоже кроется огромный минус. Это безопасность, во-первых, и то, что вам не сразу смогут оказать помощь, если она понадобится. Я сказала, что да, к городу мы близко, но с другой стороны, особенно в какие-то пасмурные дни, иногда даже не хочется выходить из дома, потому что думаешь, так, мне надо сначала идти до метро, потом мне нужно ехать в центр гулять, и иногда думаешь, да, ну, не поеду никуда, буду дома сидеть, смотреть фильмы. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие плюсы и минусы таких районов видите вы. Вот я вам показала район наш. Какая была у меня цель? Я хотела вам показать, во-первых, магазины, рассказать о том, что меня вообще окружает, и поделиться тем, что не все места в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области выглядят одинаково. И если вы приезжаете в Санкт-Петербург как турист, вы также должны знать о том, какие здесь ещё есть районы. И если вы приезжаете как человек, который хочет здесь остаться жить, вы можете рассматривать такой район для того, чтобы снимать в нём жильё. Если вы взвесите все плюсы и минусы, вы можете выбрать, хотите вы здесь жить или нет. В Санкт-Петербурге по линии метро нормальная квартира без там душа на кухне будет стоить, ну, наверное, от 6 миллионов. И, конечно, это не очень дёшево, я бы сказала. Ну и плюс ещё надо будет на ремонт потратиться. Поэтому мы пока что живём здесь. Ой, как они смешно пищат. У меня садится камера. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!